В этом видео, друзья, вы увидите, как сделать вот такой термокороб абсолютно дешево и практически бесплатно, своими руками. Всем привет, друзья, с вами Рафаэль Хайтек, в этом видео покажу, как я делаю термокороб для такого 3D принтера. В общем, попытаемся сделать очень дешево, и я вам покажу, что нужно для создания короба для такого принтера. Во-первых, нужна рулетка, умение и желание творить. В общем, что нам сегодня пригодится, друзья? Первое, это стрейч-пленка, ну, сами понимаете, если дешево, то стрейч-пленка. Также вот такой оцинкованный уголок, это, по-моему, для штукатурения или чего-то такого. Относительно дешево стоят эти уголки, рублей что-то 100 или 50 где-то вот так. И длина у них где-то 2 или 3 метра, по-моему, даже 3 метра. Соответственно, они достаточно тоненькие, чтобы их можно было ножницами обычными резать, но при этом обладают все равно некоторой структурной целостностью, то есть можно даже 2 использовать, если вам покажется он слишком тонкий. Также уже есть отверстие, так что можно болтами будет стянуть прямо, ну, например, не используя шуруповерт, чтобы сверлить, если, конечно, это получится. В общем, обязательно одевайте перчатки, чтобы об углы не обрезать руки. Попытаемся сделать коробку квадратную и вот этим все, как сказать, обернем. И, соответственно, получится бюджетный корпус и термокороб в одном лице. Итак, после нехитрых вычислений и замеров я пришел к вот такому выводу. 50 на 60 сантиметров основания и высота 70. Здесь ширина 50 и глубина будет у нас 60, потому что чтобы вот тот провод у нас не упирался в стенку. Делаем, соответственно, на 10 сантиметров больше. И здесь, потому что стол, он выходит немножечко глубже сюда. Вот, высота, соответственно, вместе с катушкой получается 70 сантиметров. Если снять катушку, думаю, будет где-то тоже в районе 60. Так что, если катушку ставите рядом, то можно, в принципе, и не заморачиваться. Но я сделаю внутри, чтобы катушка у нас тоже сушилась, когда все греется, да, вот этот столик. Камера нагревается вся и пластик наверху, соответственно, тоже нагревается и просушивается. Все, теперь можно нарезать по этим размерам планки. Сначала, думаю, длинные можно по 70 нарезать, 4 штуки. И потом уже собирать нижний и верхний каркас. Также желательно, конечно, все это дело скрутить винтиками. Так, ну что, этап с порезкой наконец-то завершен. Имеем мы, значит, 50 сантиметровых 4 штуки, 60 сантиметровых 4 штуки и 70 сантиметровых тоже 4 штуки, соответственно. Вот так вот это дело выглядит. Все порезал. В принципе, лучше использовать вот такие железные ножницы. Они более крепкие, потому что пластиковые, к сожалению, никуда не годятся. Использовать будем из крепежа что-то вот из этого, либо М3 винты, либо М5. В общем, как будет удобнее. И посмотрим, что у нас будет по дыркам в итоге. Все, теперь собираем это дело. Так, ну что, первая рамка готова. Как ни странно, болты и винты М5 подошли с гайками. Использовал вот такие пассатишки для того, чтобы держать гайки. И, соответственно, шуруповерт, чтобы все это дело закручивать. Да, конечно, для такого профиля тоненького, который сгибается, вот эти винты, они даже чересчур. Но, слушайте, держат очень классно. И, в принципе, в дырки мы попали. Единственное, что местами размер немножко гуляет. Но для этого мы и делали, собственно, скажем так, запас. Так что рамка вполне себе сносно выглядит. Вот таким образом. И нужно собрать еще верхнюю часть. При этом потом попытаться как-то совместить тоже вот эти дырки. Что, надеюсь, у нас получится сделать. Ну что, дамы и господа, в принципе, готово. Вот такой каркас получился. Да, он немножко кривоват. Из-за того, что винты, скажем так, больше, чем нужно. Это М5 винты специальными гайками, которые сами не раскручиваются, скажем так. Нужно покороче сделать. И подгонял немножко расстояние. Да, из-за этого корпус немножко гуляет. Но вы внимания не обращайте. В принципе, вот такие моменты. Можно обрезаться, надо быть аккуратнее. В общем, все идеально влезло под эндер. Его прям сверху поставил. Вот, в принципе, дальше что сделать? Можно сделать еще одну перекладину для ручки. То есть, чтобы можно было вот так брать его, например. И потом сделаем дверцу. Я думаю, как? Надо обмотать все, да? И вот это место сделать, чтобы можно было принтер вытаскивать. Но это уже самая простая вещь получится. В общем, вот такая красота у нас получилась. Ну что, дамы и господа. Вот я наконец-таки обернул стретч-пленкой. И, в принципе, корпус готов. Вполне себе жизнеспособная концепция. Принтер полностью помещается. И самое главное, что я решил сделать, короче, без дверц, без всего. Просто берете и снимаете, например, как коробку сверху. И все. Потому что тепло все равно будет вверх подниматься. И логичнее всего, как бы, просто в много слоев ленты закатать это дело. И будет все работать. В общем, конструкция очень легкая, разборная. При желании можно пленку выкинуть спокойно. Эту конструкцию разобрать и тоже выкинуть при желании. И при этом очень-очень дешево. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео и подписывайтесь. Все, пока.